Добрый день, друзья! Как видели, редуктор мы разобрали, но самостоятельно открутить Я его не смог, поэтому съездил к ребятам, они мне его раскрутили, гайку хвостовика Итак, но это нам не интересно, то есть чулок мы убираем в сторону Мы же с вами собрались, чтобы посмотреть, что у нас находится внутри за 33 тысячи, правильно? Так, это мы тоже уберем в сторону Что у нас здесь? Видео есть, где у меня гайка хвостовика открутилась И он у меня загудел И мы с Алексеем вот эту распорную втулку самостоятельно зажали Но немножко мы ее перетянули Поэтому сегодня у нас идет речь о дифференциале повышенного трения от АВТ Вот, АВТ, я на нем прошел 33 тысячи километров Так, ведомую шерстерню мы отсоединили Заводская ровная, ведомая шерстерня Но ее тоже убираем в сторону Так, чтобы его разобрать, нам нужен с вами шестигранник Здесь берется головка 4 миллиметра Раз, два, три, четыре штуки Пробуем раскрутить Так, первый подался Я их на герметик не сажал Я его как-то раз уже разбирал Видео тоже есть Один, два, три Ну что, теперь будем скрывать Скрывается он, в принципе, просто Давайте посмотрим Холодно Потом сейчас все поближе посмотрим Вот они Червяки идут Сателлиты Так, давайте посмотрим Шайбу преднатяга Так, шайба преднатяга Выглядит вот таким образом Раз Два Три Четыре Пять Они имеют форму Как тарелочка Ну, примерно То есть, с выимкой Итак Сателлиты Вытаскиваем 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 Все Вскрываю при вас Ну, смотрите Износа-то, видите Нет никакого То есть Стандартные Рабочие поверхности Так, вот корпус Смотрите Давайте начнем По износу Вот Износа Я не вижу Если вы видите Подскажите Хорошо Отшлифованный Корпус Металла Никаких Изъянов Нету То есть Вот они Стоят в своем месте Канавки Для смазки Идут Вот они Там Крутятся С маслом И Здесь я Износа Не вижу То есть Пятна трения Есть Как они крутятся Видно Вот немножко Но чтобы Какой-то износ Здесь я Не вижу То есть Корпус Есть Так Так По этой Поверхной Крышки Видите Какие-нибудь Износы Я не вижу То есть Рабочие поверхности Которые Крутятся И то Вот видите Я Потер И ничего Здесь Такого Нету Шестеренки Все Отлично Давайте Посмотрим С вами Сателлиты Никаких Сколов Тоже Я Не Вижу Есть Потерности Но это Рабочие Элементы Вот Каждый Вам Покажу Все Ровно Придраться Пока Вот По-честному Не К Чему Если Какие-то Косяки Вот Сейчас Вы Видели Напишите В комментариях Где Именно Что Ты Может Быть Упустил Или Нет Так Шайба Преднатяг У У меня Есть Новая Шайба Преднатяг Сейчас Вам Покажу Вот Новая Шайба Преднатяг Давайте Сравним С теми Которые Стояли Так Новая Старая В принципе Смотрите Эта Тарелочка Эта Тарелочка Идет Разница Я не вижу То есть Старая Ложится В новую Новая Ложится В старую Без Зазоров То есть За 33000 Шайбы Принатяг Остались В своем Прежнем Состоянии И Менять На Новые Я не знаю Стоит Не стоит В принципе Они у меня Есть Я конечно Поставлю Новые Вот Таким Образом Они Собираются Вот Чтобы Образовалась Как бы Пружинный Эффект Вот Так Вот Видите И Получается При Нагрузке Он Сжимается И Сателлит Начинает Срабатывать То есть Блокируется Тем Самым Образовывается Преднатяг То есть Можно Установить Там 7 килограмм Но мы Сделали Максимально 10 килограмм Я установлю Новые Шайбы Просто Когда Новые Шайбы Мы С вами Поставим То Крышка Вот Эта Вот Она Сейчас Покажу Вот Эта Вот Крышка Когда Шайбы При Натяга Соберем Она Вот Так Свободно Уже Ложиться Не Будет То Есть Шайбы При Натяга Крышки Не Будут Давать Полностью Сесть Вот Сюда Вот И Нужно Будет Прессом Придавить И Закрутить И Тем Самым Мы С вами Максимальный При Натяг На Этом Самоблоке Установим Ну Что Я считаю Что Запресс 3000 Отработал Он нормально Да Маленький Был Преднатяг Здесь 7 кг Изначально Я устанавливал И Срабатывал Он В Диагонального Вешни То есть Именно В диагонального Вешни Не Всегда В максимальном Преднатяге Который Сейчас У меня Установленный Пришел В сборе С редуктором С максимальным Преднатягом Он В диагонального Вешни Срабатывает Вообще Классно И даже На малых Поворотах Слышно Что он Там Подкусывает Вот И Срабатывает Нормально Поэтому Здесь Собираю Назад Его Как он Собирается Давайте С вами Посмотрим Друзья Позвонил Генеральному Директору Производства АВТ Здравствуйте Олег Здравствуйте Так Смотрите Просто хочу Сразу И зрителям Показать Как правильно Собирать То есть Вот это Как Олег Называется Шерстня полуоси Шерстня полуоси Вот она С выемкой Есть А есть Без выемки Она Не с выемкой Называют Правильно Это бортиков Бортиков Шестерня полуоси С бортиком Ставится вниз То есть Мы его Устанавливаем Смазать Но это я сейчас Пока покажу Зрителям Как это все Делается А потом Я смажу То есть Мы установили Теперь мы Устанавливаем Теперь Сателлитики Нет Нет Теперь Сателлиты Пять штук Ставим Да Да Надо только понять Да Которые А вот Смотри Да Вот есть Сателлиты Правые А без разницы С какой стороны Сателлиты То есть Здесь без разницы Да Без разницы Есть левые Есть правые Понятно А есть левые Есть правые У тебя просто Понятно Что ты Попа оставил Первые Ясно Сейчас мы Так В принципе Вообще Тут не сложно Как конструктор Лего Вот Все Не Мы собрали С тобой Да Нет Вот Все Крутится Да Вот Корпус Корпус Покрути Да Я вот Шерстью Не кручу Вот Ну Все Видишь Все Сочетает Отсоединение Прекрасное Солнышко Как я его называю Да Солнышко Похоже На солнышко Установил Вот Да Теперь В него Ставишь Обоймочку На которой Нет вытачки На которой Нет Вытачки У тебя Мне кажется Они обои Смотри Вот Вытачка Так А вот С обратной стороны Видишь У нее нет Вытачки Вот То есть Двух сторон Вытачки Маленькая А там Маленькая Вытачка Вот Которая Более Вот Вторую Вот Это Маленькая А там Большая Как Стаканчик Вот Это Первое Ставим Да Да То есть В пазы Вставляем И она Просто Опускается Да Опускается И сюда Уже Устанавливаем Шайбу Принатягу Не забывай Да Не забывай Смазывать Ну Я понял Да Теперь Вот Шайба Принатягу Кидаем Правильно Да Шайба Принатягу Тарелочкой Ставишь Выпуклостью Вверх Низ Должен быть Выпуклостью Да Все Установил Тарелку Вверх Да Теперь Обратно Пошел В обратную сторону Зеркальный Все понятно Так И Идем так Дальше Сколько Штук Примерно Они ставятся Вот Мы ставим Обычных Пять штук Вот смотри У тебя последняя Вот пять штук Пять штук Поставил Ну Там нужно Соберешь И посмотришь Потому что У тебя есть Уже Износ на Дифференциале Какая-то Шестеренка Да Поэтому Просто дальше Будешь играться Ну Понятно Я понял Смотри Ты последнюю шайбу Поставил Неправильно Неправильно Нужно тоже Кверх Перевернуть Все Перевернул Потому что Должна быть Вогнутость Внутрь Иначе она работает Я понял Все хорошо Да Теперь обоймочку Берешь Еще одну Выточкой Вот этой Вниз Ну что Чтобы они Легли Вовнутрь Все Я понял Ну в принципе Даже интересно Слышь Собирать Да Такая прикольная И теперь Шестеренка Все И теперь Мы уже Закрываем Верхний И потом Закрываешь крышкой Только убедительной Просьбой Протирай Пожалуйста Поверхности То потом Начинает Народ Жаловался Что там Пары бьют Не могут Тепловой Зазор Выставить Потому что Все кривое Корявое Начинаешь Разбираться В причинах К нами Человеческий фактор Ну вот Мы ее Зажимаем Прессом Ну я тоже Хочу Одномерная Нагрузка На пружины А не то Что ты Затемнул Один Вин Другой У тебя Тарелчатые Пружины Там Обоймочка Они Перекашиваются Иногда Поэтому Лучше Прессом Ну то есть Чтобы равномерно Было Ну либо Мы стягивали Как бы На первых Времена Когда я собирал Я Брал болты На 10 Из-под пары То есть Та еще С гайками И четырьмя штуками Аккуратненько Тихонечко Стягивали Лево Ну то есть Кристалл Чтобы Равномерно Сазилось А подскажи Пожалуйста Преднатяг От чего Влияет 7-10 Килорам Вот я хочу Максимально Сделать Это вот Именно Вот эти Шайбы На тех Регулируются Шайбы Шайбами Да То есть Толщиной Шайб Ну грубо говоря Толщиной Пакета Подобрать Потому что Можно поставить Ты поставил Сейчас 5 шайб Да И Как бы Вариант Уже Подизношенный Он может И шестую Возможно Можно поставить Да И возможно Шестую Там Заметь Там Времкомплект Разная Толщина Шайб Поэтому Нужно Просто Ну Такой Творческий Процесс Поиграться Я Понял Понял Ну то есть Я когда Вот эту Крышку Закрою Вот тут Будет Зазор Правильно Да Там должен Быть Зазор Если Если Она Ляжет Сразу То Уже Приднатяга Не будет Да Конечно Это означает Что Шайбу Надо Поставить Еще Да То есть И таким Образом Шайбы Подставляем И потом Прессом И 4 Болтика Затягиваем Принципе Правильно Да Конечно Ну все Из того Что Как бы Мы Планировали То есть Проектирование Делали Там Теоретически Там Должно Вставать 5 Шайб У тебя Старого Образцающего Дифференциала То есть Там Должно Вставать 5 Шайб Толщиной Которая Толстая Идет Попробуй Да Они там Одинаковые Шайбы То есть Теоретически Должно Быть Так Но Как бы Учитывая Что При Обработке Есть Погрешность Плюс Термичка Иногда Деформацию Дает Плюс Шестеренку Знаешь Она Ну вот Я смотрю Старые Шайбы Толще Чем Новые У меня Вот У тебя В ремкомплекте Разные Шайбы Ну я Понял То есть Ты прям Можешь Вставить По максимуму Свои Старые Шайбы А из ремкомплекта Взять Добавить Шайбы Которые Потому что Скажем так Старые Шайбы Они уже Поработанные Они уже Знаешь Это Ну Да Просели Конечно Они уже Это Да Они уже Это Скажем так Они Поле Стабильные Стали Угу То есть Поэтому Вот Так Ну Спасибо За Консультацию Ну Что Друзья Вот В прямом Эфире Морозов Олег Генеральный Директор Производства Вот этих Интересных Штучек В принципе Я рассказал Вы тоже Услышали Как это Все Собирается Поэтому Я все Это Соберу Просто Сейчас Одной Рукой И Сами Понимаете Неудобно Разберу Все Смажу Как Надо Соберу Преднатяг Выставлю Постараюсь Максимальный Вот Съезжу К товарищу Прессом Зажмем Закрутим Все Это Хозяйство Ну И Наверное Разыграю Все Условия Чтобы Поучаствовать В розыгрыше Данного Дифференциала Повышенного Трения Читайте Под видео В комментариях Проходите Читайте Ознакомьтесь Если интересно Участвуйте Собираю Смазываю И Все Все Наверное Да Сами Все Убедились Что Все В принципе С ним Нормально И Как Они Заявляют Что 250 тысяч На нем Можно Проехать Я думаю Что Смело Ну На самом Деле Видите Что Никакого Износа Нет Единственное Что Вот Эти Шайбы Преднатяга Поиграю Как Олег Сказал Соберу Сделаю Вот Все Будьте Здоровы Подписывайтесь Пишите Самое Главное Комментарии Под Видео В Описании Все Данные По Поводу Розыгрыша Данного Девайса Переходите Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...